Машиностроительный колледж в Уфе Соглашение о реализации программы подписали руководители Минобра, колледжа и Уфимского моторостроительного объединения. Именно УМПО первым из предприятий создаст профильную группу по программе «Профессионалитет». Студенты будут обязаны проходить практику на заводе в течение всего периода обучения. На подготовку выделят из федерального бюджета 100 миллионов рублей, из республиканского – 114, но УМПО окажут поддержку в размере 30 миллионов рублей. Помимо этого, предприятие будет поощрять отличившихся студентов дополнительной стипендии в размере от 800 до 5000 рублей в месяц. В региональном Минобре рассчитывают, что такую же практику возьмут на вооружение и другие компании республики. Общее количество бюджетных мест 450 – это то количество, на которое будут приниматься студенты в 2022 году на данную программу. И уже по прошествии дней открытых дверей мы понимаем, что фактически два человека на место у нас будет конкурс. Ну и с 1 сентября профессионалитет стартует в 42 регионах страны. Отмечается, что программа будет действовать только в среднеспециальных и образовательных учреждениях для популяризации рабочих профессий. На Ишимбайском швейном заводе «Аркада» откроют новый цех по производству перчаток. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал глава региона Ради Хабиров. Но вот самой компании отмечают. Спрос на них сейчас превышает предложение. И продукт востребован рынком как никогда. На сегодняшний день крупнейший контракт по пошиву спецодежды фабрика заключила с российскими железными дорогами. Уже в ближайшее время с завода отгрузят 53 тысячи брендированных жилетов для работников госкорпорации. Ежегодно здесь будут выпускать до 220 тысяч костюмов спецодежды для нужд нефтегазового комплекса, машиностроительных и металлургических предприятий, общепита и МЧС. Сейчас на предприятии приступают к производству новой партии уже зимней спецодежды для РЖД. Это для нас новый ассортимент. На нашей фабрике установлено высокоскоростное автоматизированное оборудование, которое позволяет увеличить объемы и выпускать продукцию высокого качества. Во втором квартале заказ составляет 9 тысяч единиц этого костюма. В мае мы должны отшить 2 тысячи единицы. Чтобы выйти на полную мощность, компания ищет сотрудников. Всего на заводе будут работать 800 швей. Напомню, компания «Аркада» является одним из первых резидентов особой экономической зоны Алга. Завод запустили в конце прошлого года. Объем инвестиций в производство составил 680 миллионов рублей. В Башкортостане построят рыбоводческий комплекс за 1 миллиард рублей. Об этом сообщили в правительстве региона. Производство разместится в особой экономической зоне Алга. Там будут выращивать осетров, изготавливать в полуфабрикаты и деликатесы. А также икру. Планируется создать 28 рабочих мест. Эксперты говорят, что реализация проекта позволит наладить поставки на рынок Башкортостана и других регионов. Также инвестор планирует заняться разведением русского осетра из Терлиди и выпускать рыбу в реку Белая. За рождение семерых и более детей в Башкортостане вручат медаль родительской доблести, премию в 100 тысяч рублей. Награду получат и те, кто взял на воспитание детей из детского дома, патронатные семьи. Соответствующие поправки в законодательство собирают вместить депутаты госсобрания. В действующей редакции закона о государственных наградах медали родительской доблести могут получить семьи, воспитавшие детей, которые принесли славу республике, проявили героизм или совершили подвиг по спасению человеческой жизни, а также имеют спортивные, научные и другие достижения. Конечно же, было бы прекрасно, чтобы кроме каких-то новых фотографий, новых медалей появлялись какие-то пособия, льготы, какие-то поездки для детей из многодетных семей. Ну вот также на награду могут рассчитывать и усыновители трех и более детей, детей-инвалидов, либо детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С медалью награждаемые получают необлагаемую по доходным налогам денежную премию в размере 100 тысяч рублей. Уфе началось проектирование госпиталя ветеранов войн. Об этом сообщил Ради Хабира в ходе встречи с региональными СМИ и блогерами. По словам главы республики, проекты откладывали из-за нехватки денег. Однако уже в мае запланировано подписание договора с банком Дом РФ о получении на строительство кредита. При этом руководитель региона отметил, что деньги регион получит на очень выгодных условиях. Ради Хабиров добавил, что стоимость возведения госпиталя площадью около 60 тысяч квадратных метров оценивается в 10 миллиардов рублей. Поликлиника, которая планируется при этом, комплекс и стационар, будет очень важно, чтобы был некий такой комплекс мероприятий. Тем более, насколько я видел первое проектное решение, важный момент, что заложены реабилитационные методики. Современные реабилитационные методики, которые будут использованы для лечения. И это очень важно. Ну и сейчас власти региона продолжают искать подходящий земельный участок. Предыдущий вариант площадью в 15 гектаров в микрорайоне Затон не подошел из-за обнаруженных карстовых пустот и невозможности установки фундамента. Кроме того, кроме госпиталя, власти региона намерены возвести в Уфе и математические лице. Его стоимость Ради Хабиров оценил в 2 миллиарда рублей. Реконструкцию улицы Пугачева на участке от Сочинска до моста через реку Уфу планируют завершить к концу 2023 года. Об этом сообщает городская мэрия. Ремонт проведут в два этапа. На первом обновят участок от Монумента Дружбы до Бельской. На втором от Бельской до Бородинской. После реконструкции на улице Пугачева появится четырехполосная дорога с тротуарами, современными системами освещения и новыми коммуникациями. На сегодняшний день у нас конкурсные процедуры на завершающей стадии находятся. По одному муниципальному контракту мы видим подрядную организацию. Это Башкир Автодор. По второму участку реконструкции итоги подводятся. Но, скорее всего, это тоже будет Башкир Автодор. Стоимость реконструкции более 2 миллиардов рублей. На время работ движение общественного транспорта будет перекрыто. Автомобилисты смогут воспользоваться объездом, который построят от гипермаркета Лента до Бородинской. Ну и напомним, что улицу Пугачева на участке от Бельской до Бородинской закроют после празднования Дня города. Это 12 июня. К этому часу эта вся информация. Оставайтесь с РБК.